Для того, чтобы разгрузить движение, существуют выделенные полосы. Правом проезда по ним пользуется в основном общественный транспорт. Пример улица Трактовая в областном центре. Для того, чтобы у владельцев легковых машин не возникало соблазна пользоваться выделенкой, за порядком следят камеры видеофиксации. При этом штрафы начали получать не только нарушители. Олег Федоров разбирался, почему под прицел электронного глаза иногда попадают незаслуженно. Остановился в нескольких метрах от финиша. Грузовик не дал автобусу заехать в остановочный карман. В итоге от этого страдают пассажиры. И такая ситуация регулярно происходит в Ленинском районе Иркутска. Особенно в час пик. Единственная на сегодняшний день выделенная полоса для общественного и спецтранспорта в Иркутске появилась на улице Трактовой в 2021 году. А чтобы она сохранила свою эксклюзивность для автобусов и грузовиков, здесь также появились камеры фотофиксации. Сегодня их насчитывается 9 штук. Но такие черные капли регистрируют не только тех, кто игнорирует знаки и обгоняет поток в крайнем правом ряду. Есть и другая сторона медали. В фотоловушку попадаются все водители, которые поворачивают направо. Например, при подъезде к торговому центру. Обладателем письма счастья стал и Владимир Наймушин. Мужчине в течение всей зимы приходили квитанции об оплате штрафа. По полторы тысячи рублей за каждый раз. Я один раз оплачивал, а второй раз уже подумал, что нужно какое-то опровержение уже готовить. Знаков запрещающих направо нету нигде. Там единственное, что может быть, только разметка, которую на данный момент почти не видно зимой тем более. Там прерывистая или сплошная идет, или прерывистая. Не думаю, что в этом заключается. Как бы именно на фотографии, даже у меня, которые были высланы в письме, не видно этой разметки, но тем не менее штраф вынесен. Моей вины в этом нету. Как я должен повернуть направо? Согласно регламенту устройства, выезжать на выделенную полосу для маневра можно только за пять или менее метров до поворота. Не чтобы ее покинуть, при выезде у водителя есть 10 метров. Дистанцию должна указывать прерывистая линия. Если ее видно, она может быть заметена снегом или стереться. Но фотофиксатор состояние дорожного полотна не учитывает и выписывает штраф. Если его получатель сомневается в своей вине, он может опротестовать наказание. Жалобы могут быть поданы гражданинам в течение 10 дней с момента получения копии постановления, как лично, так и посредством портала Госуслуг. Каждая жалоба рассматривается индивидуально, где руководитель подразделения Центра фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции заслушивает все доводы водителя и принимает правовое решение. Минус такой системы, что водителю в любом случае придется потратить время на поездку. Это существенное упущение. Но система пока только начала работу. И, возможно, в скором будущем такие недочеты устранят. Олег Федоров, Иван Гоголев. Новости по будням. 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 Новости по буд